Похоже, пишут мне, что я в эфире. Так, что-то у меня здесь завалено. Всё, что может быть завалено. Секунду. Окей, доброе утро! Всех приветствую! Ну уж как будет в эфире. Понедельник, утро с пользой, утренние эфиры. Жду ваших глаз. Вижу, что Инстаграм присоединился даже раньше, чем Фейсбук. Это удивительно, что особо приятно. Всех приветствую! Сегодня мы будем с вами говорить о финансовой растяжке. Первый эфир на этой неделе. Жду вас. Всё, вижу, что вы присоединяетесь. Будем разговаривать. 5 октября. Собственно говоря, относительное начало следующего месяца. Это для тех, кто... Доброе утро, Виколь. Для тех, кто захозил и планировал поучаствовать в таком вот открытом газичном проекте финансовой растяжки, увеличение, цель которого увеличение уровня доходов в 3-5, примерно в 3-5 раз. Сейчас я говорила о том, что мы по меньшей мере 1-2 раза в месяц будем к этой теме возвращаться, будем на эту тему смотреть, будем подбивать итоги и смотреть, за счёт чего можно улучшить, либо облегчить своё движение к заданным целям. Финансовая растяжка. Для тех, кто не смотрел предыдущие эфиры, можно посмотреть, это было начало сентября, конец августа, начало сентября, в 30 августа и 2-3 сентября мы говорили про эту тему, мы просчитывали, кто не смотрел, вернитесь туда, посмотрите, я думаю, что очень скоро можно будет найти на моём YouTube-канале эти видео, я выложу туда, на следующую неделю, скорее всего. Посмотрите, что мы там делали, что мы считали, как рассчитывалась эта финансовая растяжка, как, каким цифрам мы смотрели, можно достаточно спокойно растянуться и прийти в течение года, что такое маленькие шаги, что такое интеграция привычки, что такое договор, ой, я кисточкой тут махаю, да, ну, не ручкой, так кисточкой, что такое договор со Вселенной. Просмотрите, это мы говорили вот в тех эфиров, кстати, кто, напишите, пожалуйста, из тех, кто смотрит, кто писал договор, кто заручался о поддержке Вселенной, в личку мне, ну, написали уже, напишите, кто в это входил, у кого получалось, кто делал, кто выполнял, да, если результаты мне будут интересны. Не хотите про результаты, если не хотите писать в открытую, я буду рада сообщениям в личке, хотя, в принципе, в личных сообщениях вы мне и так пишите. Сегодня я хочу пообщаться с вами, поговорить с вами про мотивацию, поскольку я описала, пишет, Татьяна, супер, здорово, про мотивацию, поскольку с каждым месяцем, доброе утро, Лилия, с каждым месяцем может быть сложнее, ну, как бы вначале вы заходите на энтузиазме, да, так, а потом вы сталкиваетесь вот этими интеграциями привычек, с этими каждодневной необходимостью делать какие-то небольшие шаги, это становится похоже на рутину и может оказаться достаточно странным, либо достаточно сложным. В этом месте, ну, кто-то уже со второго месяца, кого-то это ждёт где-то на третьем-четвёртом месяце, в этом месяце вы рискуете впасть в такое, встретиться с таким очень серьёзным сопротивлением, не до конца понимая, что же за этим сопротивлением стоит, да, и как вернуть мотивацию. Вы как будто бы, доброе утро, Светлана, вы как будто бы, ну, как бы, я знаю, что мне это надо делать, но оно где-то может так, ну, отодвигаться назад, да, есть такой саботаж, не яркий саботаж, но такое, как будто бы, ну, ладно, ну, не с этого месяца, так со следующего. Ну, вот не получилось сейчас, ну, вот там завтра обязательно. Ура, доброе утро, соскучилось, Дейхерми. Доброе утро, Рим. И тогда я предложу вам сегодня посмотреть на те инструменты, на те моменты, почему, на два очень важных момента, почему вы с таким можете встречаться. Кто-то будет встречаться ярче, кто-то будет встречаться реже. Ну, в принципе, каждый месяц, делая пересмотр предыдущего месяца и планирование на следующий месяц, будем, я буду делиться какими-то новыми инструментами для того, чтобы этот следующий месяц можно было пройти в соответствии с запланированными результатами, да, прийти к запланированным, к желаемым результатам. Итак, падение мотивации, как один из симптомов сопротивления, падение мотивации может быть связано с несколькими вещами. Ну, помимо того, что, о, мне надоело делать эту ротину, я не до конца понимаю, насколько оно мне надо, да надо ли оно мне. Так вот, два важных момента, две важные мотивашки, которые, две важных и два важных пункта, из-за которого вы можете встречаться с сопротивлением, из-за которого цели не достигаются. Первое, это не до конца понимание, куда на самом деле я иду. Когда вы просчитывали увеличение дохода в три раза, в три-пять я беру, ну, такой, самый экологичный в три раза, скорее всего, в вашем бессознательном нету точной картинки, да, а что ж тогда будет? То есть есть такое, о, я хочу эту сумму, о, круто, ой, здорово, да, но нету идеи о том, что тогда ваша жизнь поменяется полностью. Ваша жизнь тогда поменяется полностью, и это нужно хорошо понимать и осознавать, да, и как именно эта жизнь поменяется, мы поработаем с вами сегодня. Это один момент, в котором непонимание, как именно поменяется жизнь, непонимание, какой конкретно картинке в своей жизни вы должны будете прийти, бессознательно, наверное, всё это дело смотрит и так. Ну, вот тут я понимаю, да, худ бедно, но безопасно, да, там, или кто-то, откуда-то вспомнилось, там, не до жиру быть бы живу, но, тем не менее, здесь хотя бы понятно как. А вот эта вот новая цифра, про что она вообще, откуда она берётся, как будет по-другому, вообще непонятно. И это, знаете, как выйти из порта, когда маленький кораблик решает, что ему всё надоело, что он не хочет больше в этом порту быть, он хочет большое плавание, он выходит в большое плавание, не понимая, не имеет конечной карты и точного понимания, в какой порт он должен прийти, в лучшем случае его там паштевает по волнам, в самом лучшем случае он прибьётся туда, откуда выплыл, в худшем случае его расфигачит о рифах, да, не имея чёткого понимания, куда, как и что там должно поменяться. Это один момент. Вот с этим мы будем работать, потому что когда у вас появляется чёткое понимание картинки нового уровня жизни, прийти туда гораздо проще. Да, ваше бессознательное начинает это считывать, как «Окей, теперь мне понятно и там достаточно безопасно, туда можно двигаться». Да, когда ваше бессознательное готово двигаться к вашим желаемым целям, желаниям, намерениям получить, вы туда двигаетесь. Да, потому что отсутствие мотивации и там лень, отсутствие мотивации, саботаж – это по сути сопротивление несогласия вашего бессознательного с вашим сознанием. Это по сути внутренний конфликт между «я хочу» и «не понимаю, почему не иду». Да, вот этот «не понимаю, почему не иду» – это причина лежит в бессознательном, когда ваша бессознательность считает, что вам туда не надо, ну, либо не очень надо. Вот сегодня мы с этим будем работать. И ещё один очень интересный момент, с которым мы сегодня поработаем – это ёмкость, телесная ёмкость, либо способность переносить радость, либо способность, да, некая ёмкость, пропускная способность позитивных эмоций, если хотите, да, насколько человек может проживать вот то хорошее, что он якобы хочет, насколько человек может проживать, пропускать, впускать в свою жизнь вот это хорошее, к чему он якобы стремится. Поскольку если ваша пропускная способность условно-положительных эмоций, условно-положительных переживаний, невысокая, вы не сможете зайти в то поле, где эти, прийти к тем результатам, где эти эмоции предположительно должны быть высокие. Вам нужно будет обесценивать то, к чему вы идёте, а поскольку вы это обесцениваете, чтобы это не было для вас «вау, как круто», потому что «вау, как круто», я не могу себе позволить, я не могу это пропустить через тело. Соответственно, я это обесцениваю, да ну так я собишусь, да ну такое себе что-то, а вот к такому себе что-то мне не хочется идти. Вот эти вот два момента, два пункта, с которыми я сегодня предложу вам поработать. Первое – это про формирование картинки, да, чёткого понимания для бессознательного, куда именно вы за этот год придёте, да, в условиях этой финансовой растяжки своей, в условиях увеличения доходов там в три более раза, куда именно вы придёте. Это первое. И второе, вот, да, упражнение для увеличения своей пропускной способности условно-позитивных эмоций, условно-позитивных состояний. Почему условно-позитивных? Потому что если каждый опыт интегрируется, принимается, то он всегда только опыт, да, а оценков позитивные либо негативные отдаём уже мы сами. Я предложу вам сейчас взять, не знаю, страиды и ручки, да, то, где вы записываете, то, где вы конспектируете упражнения, практики, чтобы потом могли вернуться и проработать это, да, и записать вопросы, на которые у вас должны быть очень чёткие и очень понятные ответы для того, чтобы сформировать внутри себя ту самую картинку, да, тот самый образ, который бессознательный, образ вашего будущего, который бессознательным будет принят. Первое, да, это, по сути, сформулировать, чего ты хочешь. Да, я это называю формулировкой запроса, у меня есть моя любимая формулировка запроса, я её делюсь. Это, например, я намерена стать и быть женщиной, которая, да, я намерена стать и быть женщиной, которая получает там X суммы стабильного жизнедественного дохода. Это X, ваш X, он у вас у каждого есть, кто смотрел эфиры, да, кто заходил в эту финансовую прокачку, финансовую растяжку, у вас эта X сумма есть, это та сумма, которую вы себе рассчитывали, которой вы собираетесь прийти к концу проекта, да, к концу этого, там, года, например. Не участвовать, не включать под частицу «не», да, то есть, если вы пишете там, я намерена стать и быть женщиной, которая получает такую-то сумму, там, к такому-то времени, не уставая слишком сильно, либо что-то в этом роде, вот эти вот все «не», пожалуйста, благополучно исключаем, да. Например, можно так не заменить без, на крайний случай, без усталости, но в идеале это должна быть позитивно сформулированный запрос, позитивно сформулированная цель, позитивно сформулированный вектор. Что вы хотите? Это первое. То есть мы, я сейчас вам подговорю, вы потом сделаете, хотите попробуйте делать прямо сейчас, хотите, сделайте потом, поставите на паузу, пересмотрите еще раз этот эфир и проделайте эту работу. Вот. Второе. Ваша вот эта цель увеличения доходов, она должна быть полностью подконтрольна вам. Полностью. Полностью подконтрольна. Что-то у меня тут. Полностью подконтрольна, это значит, что вы понимаете, что реализация полностью зависит от вас. Вы не можете управлять тем, что вам не подвластно. Поэтому формулировать задачу и цель таким образом, чтобы она была полностью от вас зависима. То есть я понимаю, что если я планирую себе увеличить цель, я точно знаю увеличить доход, я точно знаю, что это я за это ответственна, я точно знаю, что это я могу контролировать. Например, я могу контролировать привлечение клиентов. Если я говорю про деньги, я могу контролировать привлечение клиентов. Я могу контролировать поиск работы. То есть я могу искать дополнительную работу себе. Например, если мне это надо. Либо я могу контролировать, что я, например, достигла максимума своей производительности, значит, я ответственна за то, чтобы взять, делегировать какую-то часть работы, либо взять сотрудника, который будет освободить мне время, которое я смогу еще дальше монетизировать. И так далее. То есть ваша полная ответственность подконтрольность этой вашей задачи. Теперь внимание важно. Ну, то есть предыдущее было не менее важно, но здесь нужно подумать. Как вы узнаете, что эта цель достигнута? Как вы узнаете, что вы пришли туда, куда вы хотите? Здесь очень важно нужно формулировать. Вот эту сенсорность. Сенсорность. Что вы увидите? Например, вы увидите, что каждый месяц на ваш счет заходит такая-то сумма. Да, либо вы увидите какую-то сумму. Вам нужно представить, когда будете прописывать, прям представить картинку, что вот я смотрю на себя, да, там вот Света Будущая смотрит, не знаю, открывает приложение, видит там такие-то счета и такие-то цифры. Как вариант. Что вы увидите? Внимание. А что вы почувствуете? Не снимайте, пожалуйста, со счетов этот вопрос, поскольку в нем большая ловушка. И есть очень много историй, которые проделывают эту технику, это все описывают, убирают, упускают из внимания, что я почувствую тогда, и получают совершенно не те результаты. Да, из самых печальных, когда человек планировал там какую-то сумку, визуализировал, представлял, что он увидит. Он увидел, например, эту, прошел там год, он увидел эту сумму, но он не почувствовал радости, потому что эту сумму собрали ему друзья на операцию. То есть это вот такая вот штука очень важна. Что вы почувствуете тогда? Запланируйте, выберите, смоделируйте, что вы почувствуете тогда, да, что вы хотите почувствовать тогда. Дальше, что вы услышите, что вы увидите, что вы услышите, что вы почувствуете? Увижу через глаза, что вы услышите? Вы услышите, круто, поздравляю, у тебя получилось. Вы услышите, я рада за тебя. Либо вы услышите, я когда одну из своих, ладно, там просто совсем, нет, ну, тогда запуталась, думала, говорить или не говорить, потому что, ну, отнюдь нецензурная, как бы, сразу, например, когда одну из своих целей я достигла, и пришла там похвастаться близкому мне человеку, этот близкий человек сказал, «Сучище, у тебя получилось! Простите, пожалуйста, это была просто цитата, да?» Поэтому вопрос, что вы почувствуете, что вы услышите, в каком контексте вы это услышите. Дальше. А вам нужно прописать, где вы это хотите, да, например, там, ну, не знаю, там, тысяча долларов в какой-то, в каком-то тьме тараканском, это может быть, вау, а тысяча долларов, ну, не знаю, там, даже в Одессе, в Киеве, я уже не говорю, там, про Монако, да, или там, да, даже про Израиль. Ну, это, ну, такое, как бы, ну, не вау отнюдь. Где? Дальше. С кем? Кого вы хотите видеть рядом с вами, когда с вами это происходит? Вот про кого вы хотите видеть, озадачьтесь, вспомните в начале, да, в самом начале этого проекта, по-моему, второй либо третий эфир, поищите, когда я говорила про системы. Вернитесь, пожалуйста, туда, кто не смотрел. Посмотрите про системы, те, кто смотрели и делали эти упражнения, вспоминайте, да? Вот те, кого вы хотите увидеть, вы включаете только тех, чью систему отношений, с которым важно сохранить. Не пытайтесь, пожалуйста, со всеми моими друзьями, не сработает, люди, не сработает. Если вы сейчас напишите, со всеми моими, там, друзьями, близкими, коллегами, нет. Вы, когда переходите на следующий этаж, а вы сейчас делаете переход на следующий этаж, вы не можете весь, вы там жили на первом этаже, да, и такие, вау, хочу жить на пятом. Вы не можете сделать первый этаж пятым. Ну, не можете. Вы можете оставить первый этаж и подняться на пятый. На ютубе я тоже Светлана Горбачи, по-моему, психиста. Я отправлю ссылку на ютуб. Отправлю под этим видео, поставлю где-то в комментариях ссылку на свой, на ютуб-канал. Светлана Горбач, метафизика бизнеса и денег на ютубе. Еще раз. Когда вы пишете контексты, да, где, понятно, здесь все просто, с кем. Вы вспоминаете эфир, там, где давала работу с системами, и указываете только тех, систему отношений, с кем вам важно сохранить. Вы не можете, я говорила, повторюсь, вы не можете первый этаж сделать пятым. Вы можете оставить первый этаж и пойти на пятом. На пятый, это больно бывает, об этом мы тоже говорили, это бывает больно. Это выбор, который вы делаете, либо оставаться рядом с человеком, либо с людьми, которые не готовы идти в развитие и будут вас крабить, да, оттаскивать назад, либо выбирать себя, да, и двигаться вперед, и оставлять людей, которые не готовы двигаться с вами, и будут останавливаться. Либо есть несколько, буквально несколько человек, систему отношений, с которыми можно сохранить, даже если ваши уровни дохода будут сильно разные, да, и стили жизни будут сильно разные. Но таких немного, таких буквально на пальцах одной руки можно пересчитать. Которые вы, либо которые, ну, вы вытяните перестройку системы. Так, где сказала, с кем сказала, когда, да, вы хотите это через 10 лет, либо через год. Вот эти вот все, ну, да, этот весь результат его нужно полностью сформулировать, да, представить эту картинку. Внимание, картинку вы представляете. Когда вы представляете эти картинки, пожалуйста, представляйте ее диссоциировано, не проживая ее из... Можно видеть, например, из своих глаз, но тогда не проживать. Если вы видите чувства, проживаете чувства, да, то вы наблюдаете, как там будущее, не знаю, будущее там Валентина, будущее Лиля видит, да, как будущее Лиля смотрит на... Почему-то не сказала чек, там, на счет, да, либо в приложении видит там цифру какие-то, какие-то цифры. Бессознательно таким образом... Либо, если видеть и смотреть, ну, да, смотреть, все равно лучше диссоциировано, слегка подняв глаза наверх, слегка подняв за закрытыми веками, слегка подняв глаза наверх. Почему? Для бессознательного совершенно не важно, прожили вы какой-то опыт в реальной жизни, ассоциировано, это я прикрываю там глаза и представляю, что я это проживаю сейчас. Вот это ассоциировано. Диссоциировано я наблюдаю за собой со стороны. Для бессознательного не важно, вы проживаете этот опыт. Для бессознательного не важно, проживаете вы этот опыт со стороны, проживаете вы этот опыт в воображении, либо в реальной жизни. Одна из фишек, почему многие истории не случаются. Вы попроживали, да, вы там попредставляли, попроживали, для бессознательного это дан, опыт получен, и в реальной жизни это не реализуется. Поэтому чувство, когда вы планируете и визуализируете, не проживать это ассоциировано, не проживать, что вот я, вот я подхожу, вот я открываю, вот я радуюсь, вот круто. Вот если вы это все уже испытали, супер, вы это все уже испытали, да, там, золотая оливка, хочу, чтобы у меня все было, мужик, у тебя все было. Двигаемся дальше. Да, поэтому когда разговор говорит про визуализацию, хорошо визуализировать себя действительно, я наблюдаю, я наблюдаю, как я через год, не знаю, иду там по красной дорожке, условно, куда-то, и мне вручается там какая-то премия. Ну, почему-то такая фантазия сейчас. Понятно, да? На вот этой вот, очень многие техники построены именно на этой особенности бессознательного, да, считывать любое проживание опыта, ну, не различать опыт, прожитый в визуализации, опыт, прожитый в воображении, либо опыт, прожитый в реальной жизни. Очень много практик работы с травмами, практик снятия зарядов травматических построены именно на этой, именно на этой, ну, на этом свойстве бессознательного. Далее. Чего вы лишитесь? Ответить на вопроса, чего вы лишитесь и что дополнительно получите тогда, когда вы придете к этим результатам. Чего я лишусь и что я дополнительно получу? Тогда, когда, только, пожалуйста, ответ «ничего не лишусь» не принимается, да, ответ «ничего не лишусь» – это не сделанные работы. Не бывает такого, чтобы вы вообще ничего не лишились. Поэтому посмотрите, что вы лишитесь. Возможно, вы лишитесь безденежья, но это тоже лишиться, потому что это лишиться, там, поводов плакаться, жаловаться, поводов иметь общие темы с кем-то, поводов получать помощь и поддержку, поводов через такой путь получать любовь или заботу и так далее. Поисследуйте, чего вы лишитесь и что вы получите дополнительно. Вы сложите дополнительную ответственность хотя бы за свою жизнь. Чаще всего именно это и происходит. Но поисследуйте, что это для вас. Как это, как ваш результат повлияет на важных для вас людей. Да, возвращаемся опять про систему. Как этот результат повлияет на ваше будущее? Поисследуйте, попредставляйте, как вы живёте, с кем вы живёте, с кем вы общаетесь. Возможно, вы переехали, я не знаю. Как вы там будете обеспечивать свою безопасность? Как вы там будете обеспечивать свою безопасность? Далее. Какие ресурсы вам нужны для этого? Какие ресурсы и есть ли доступ к этим ресурсам? И тогда следующий вопрос. Как вы можете себе этот доступ обеспечить? Например, мне нужна дополнительная работа. Мне нужны ещё дополнительные средства, потому что на этой работе я могу получить только такой уровень. А у меня в целых стоит в три раза больше. У меня тогда нет ресурсов. Как я могу себе этот ресурс обеспечить? Взять подработку и найти дополнительную, найти другую работу. Что мне нужно, чтобы найти другую работу? А. Проработать страх менять свою работу. Б. Начать проработать убеждения, мешающие это убеждение, которые говорят о том, что больше не заработаешь. И, например, интернет для того, чтобы поотправлять резюме. То есть, где и как я могу эти ресурсы достать. Либо у меня, например, не знаю, я мастер, почему-то вспомнилась там, я мастер маникюра, и больше 10 человек я не могу обслужить. То есть, 10 человек – это мой потолок. А в целях у меня, например, сделать потолок в три раза больше. Что тогда я могу сделать? Проработать страх поднятия цены, поднятия на свои, например, услуги. И, не знаю, придумать дополнительные услуги, например, обучать других делать, сделать группу по обучению других, если я хороший мастер, других, например, маникюру, сделать там какие-то курсы. То есть, как по-другому я могу. Либо сделать салон и помимо моей работы брать еще на работу, расширять клиентуру, брать еще на работу других мастеров. Идея просто вот с воздуха здесь возникшая, каждый соотносит к своему случаю, к своей ситуации. То есть, какие ресурсы нужны, если у меня к ним доступ. Ну и первые шаги, понятные шаги, которые вы делаете для того, чтобы этот результат получить, это, по сути, все те самые привычки, которые мы говорили на первых наших эфирах. По-моему, это был второй эфир, да, «Как заручиться поддержке Вселенной» назывался эфир, по-моему, так. Трам-парам-пам-пам, что-то умное. Да, пересматривайте свои привычки примерно. Вот этот вот список из 12 привычек на год пересматривайте примерно раз в год. Я первого числа писала письмо, да, я первого числа пересмотрела привычки, я поняла, что какие-то привычки, какие-то они у меня уже интегрировались больше, чем одна, а какие-то мне нужны дополнительные. Я не очень чувствовала, где их взять, не очень, да, иногда мы не очень понимаем, ну, какую привычку. Очень просто, вы можете зайти в Google, набрать простую штуку, привычки успешных людей, либо привычки богатых людей. Поизучайте, какими привычками они обладают, да, повыбирайте те, которые актуальны вам для реализации вашего, вашего результата, вашего запроса. Это формирование, вот эту вот работу всю большую, да, я вам ее сейчас рассказала, вам ее нужно будет сделать, выделить себе время и сделать ее. А задача – сделать эту работу. Далее, когда вы ее сделаете, поставьте, ну, не знаю, листик, напишите листик «Моя новая реальность», вот там, где, либо просто вот этот вот весь список того, что вы пропишете, представите, поставьте перед собой, прям положите на пол, сделайте такой территориальный пространственный маркер, да, пространственный якорь, маркер в этом будущего, вашего будущего, вашего будущего состояния. И очень аккуратно, посмотрите, какая там энергия, как ваши отношения, как будто бы вот в вашем пространстве проявилось уже ваш вот этот вот кусочек будущего. И попробуйте на него наступить, зайти телесно и пропустите эту энергию через тело на столько процентов, насколько вы можете ее пропустить. Почувствуйте телом, что вам там хочется, сбежать оттуда. Для вас это выносимо вообще, вот этот уровень доходов, уровень жизни, состояние, насколько вы там, у вас есть расширение, или вам, о боже, я не могу это вынести, хочется сбежать, да, или вам вообще страшно туда даже наступить. То есть, поисследуйте, насколько вы можете переносить этот объем условно-позитивного опыта. И если вы не можете переносить, делайте приливки, то есть постепенно, знаете, как увеличение, не знаю, физической нагрузки. Вот вот на полминуточки стали, почувствовали и отошли, продышали, распределили по телу, простучались по телу. Еще раз встали, да, там, ой, уже 40 секунд могу простоять, не отмораживаясь, не отмораживаясь, не просто встать и, ой, я тут ничего не чувствую. Возможно, вы становитесь, ничего не чувствуете, тогда, ну, подойдите настолько близко, пока чувствительность еще есть. Потому что я ничего не чувствую, включается тогда, когда есть идея о том, что почувствовать вот это вот, вау, небезопасно. И тогда человек отключает чувствительность. Подходите по полшага по шагу, наблюдая о том, как ваша чувствительность и способность принимать вот такое вот условное, количество условно-позитивного опыта постепенно расширяется. А что если появился, появится в корле гома, в области лба сдавливая? Я чувствовала, когда подобное делала. Мне не знаю, какие чувства там живут. Надо посмотреть, какое чувство живет в этом, какое чувство проявляет этот ком в горле. И какое чувство проявляет сдавливание в области лба. Да, потому что, возможно, я сейчас фантазирую, и то, что я сейчас скажу, не обязательно, что это именно оно. Не обязательно. Это как один из тысяч вариантов, просто пришедший сейчас в горле. Возможно, сдавливание в области лба – это необходимость расширить мышление, необходимость проработать какие-то мешающие установки. Я точно не знаю, ком в горле – это желание выплакать и невозможность поверить в то, что я достойна такого уровня. И выплакать какую-то боль, или проговорить какую-то боль. Или, возможно, это страх заявить о себе, необходимость. Поскольку если вы идете в расширение финансовое, то это почти всегда в расширение взаимодействия с людьми. Ваши деньги лежат в карманах людей. Тут надо исследовать. Вот вы почувствовали, исследуете, а какое там чувство живет, а что там живет, а что я там чувствую, откуда у меня. Возможно, надо пойти проработать. Тут много вариантов. Окей. Ну и опять же, вы заходите, да, на сколько? Вот там 30 секунд постояли, ком в горле, вышли. Еще в следующий раз там на 40 секунд. Возможно, даже просто привычкой постепенно приучать себя к этому уровню энергии уже будет помогать растягиваться до этого уровня энергии, да. Ну, как бы, так, опыляться этой энергией, и постепенно эти симптомы будут проходить. Но если эти симптомы не проходят, то это про то, что надо обратить на это внимание и проработать это. Это какие-то блоки, которые там, ну, телесно проявляются. Окей. Люди, это все, что мне хотелось дать вам на сегодня. Я, опять же, не представилась, не несколько... В конце эфира напомню, что зовут меня Светлана Горбач, потому что я психолог на всю голову. И о том, в вашей фантазии это точно. Прямо считали. Ну, может быть, да, про расширение, про веру в свои цели. Окей, тогда надо посмотреть, про расширяться и посмотреть, что блокирует веру в свои цели. Люди, это все, что я хотела вам сказать на сегодня. Сделайте эти упражнения. Они очень сильно помогут вам продолжить движение вперед. Кто не писал свои письма вселенной, кто не заручался поддержкой, напоминаю, самое время это сделать. И далее встречаемся с вами завтра. Встречаемся с вами завтра на следующей теме. Тему эфиров я анонсировала в своей ленте и сториз. Буду рада вас видеть. Будьте со мной. Пока-пока. Да, делитесь эфирами. Делитесь эфирами со своими друзьями. Пусть тоже получают пользу и присоединяются. Хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.